Ну что, всем большой привет! Рада вас приветствовать на своем канале. Пора подводить итоги мая. Сегодня вам покажу, что же я использовала. И прежде чем начать, я хочу всех пригласить в свой телеграм-канал. Я завела его совершенно недавно, но стараюсь там каждый день что-то размещать. Я буду рада каждому подписчику и каждому зрителю. Ну что ж, а мы давайте приступим. И первый аромат, которым я пользовалась в мае, это портбланка от компании Avon. Интересный аромат на тему чистоты, на тему ухоженности. Мне нравится его использовать именно как аромат после душа. Я им что-то давно не пользовалась, решила, что он у меня застоялся. Надо его, наверное, все-таки добивать. Это не первый мой флакончик в использовании, но мне нравится этот аромат. Он приятный. Можно сказать, такая неустаревшая классика в компании Avon. До сих пор он пользуется спросом, популярный. Не знаю, повторю или нет, посмотрим. Ну а так, пользовалась с удовольствием. Следующий аромат тоже из домашних был в моем использовании брака линейка Франко Фретти. Это джелата. Снятый аромат. И вообще, в принципе, эта линейка снята с производства. Уже тоже не буду на нем останавливаться. Я его показываю практически из месяца в месяц. Часто им пользуюсь. Нравится мне этот аромат, несмотря на то, что он достаточно химозный. Но при этом при всем интересное такое гурманское звучание. Аромат, который я очень люблю в весенний-летний период. Это аромат от Lacoste Parfum, версия именно Ledger. Конечно, здесь есть общая ДНК с классическим Parfum. Здесь те же цитрусы, здесь та же пудровая нота. Только вот этот фланкер для меня более легкий. Он более свежий, более фужерный. И мне, наверное, он даже нравится больше. Потому что в нем, ну, как будто больше воздуха. Мне нравится именно в теплое время года его шлейф, его стойкость. Меня даже на самом деле как-то завораживает. Сейчас посмотрела, цены какие-то космические. В принципе, на ароматы Lacoste. Даже не знаю, я его покупала буквально за две, наверное, с небольшим. Но сейчас, по-моему, этот аромат стоит что-то около 5-6 тысяч. Следующий аромат, мой позитивчик в коллекции. Это аромат от Rochasse. Это классическая именно Maudemoiselle. Здесь у меня максимальный объем 90 мл. Это, кстати, тестер. Заказывала я его на рандеву. Что замечательно приходит именно флакончик с крышечкой. Потрясающий аромат. Взрывной, позитивный. Для меня это яблоко. Яблоко, причем, как будто бы с жженым сахаром. Вот именно слышу яблоко и с жженый сахар. Это немножко кислинка и свежестерной смородины. И это, конечно же, ваниль. Очень классный аромат. Это именно тот аромат, который понравится многим. Если вы с ним еще не знакомы, то я настоятельно советую его протестировать. Потому что, как аромат на каждый день, такой для поднятия именно настроения, он идеально подходит. Классный, стойкий. Очень его люблю. Рада, что приобрела самый максимальный объем. Также не менее мною любимый аромат Zadika Volter vs. Hyo. Кто меня смотрит, тот знает, что я очень люблю данный аромат. Это не первый, опять же, флакончик в моей коллекции. Я его ношу исключительно в холодное время года. В мае у нас были настолько холодные дни, что рука сама непроизвольно потянулась к вис из хё. Я его ношу исключительно только в прохладное время. Я как-то пробовала носить его летом. Мне не понравилось его звучание именно с моей кожи. Он как-то скукоживается, превращается в нечто душное. Короче, мне не понравилось, как он звучит на мне в теплое время года. Поэтому я только достаю его, когда на улице прохладно. Он стойкий, он шлейфовый. Я миллион раз его описывала. Я думаю, что многие с ним знакомы. Потрясающая гурманика. Недавнее мое приобретение от бренда Salvador Ferragama. Это классический Amo Ferragama. У меня здесь максимальный объем 100 мл. Классный аромат на тему хорошего настроения. Позитивный, задорный. Здесь есть интересная нота коктейля Кампари. Действительно, аромат такой кисло-сладенький. С добавлением ванили. Немножко здесь древесных нот. И есть также одна из моих любимых и, на мой взгляд, выигрышных нот в парфюмерии. Это Amroxan. Потому что Amroxan может сделать какой-то простой компотистый аромат более интересным. То есть, казалось бы, компот-компот. У меня такие ароматы есть. Но там добавлены ноты Amroxan. И за счет этой ноты аромат как-то, знаете, звучит более, скажем так, дороже. Тоже с удовольствием пользовалась данным ароматом в мае. Носила я его примерно, наверное, где-то в плюс 15. У нас вот такая была погода. Но не скажу, что он какой-то очень стойкий. Я думала, что он будет более стойким. Но пока мне показалось, что нет. Возможно, нужно еще постоять, настояться. Все-таки здесь большой объем. Мне кажется, большой именно миллилитраж парфюмерии дольше настаивается. Чем меньше объем аромата, тем он быстрее как-то приобретает стойкость шлейф. А вот этот аромат у меня пока что вот еще как-то так не совсем настоялся, как мне кажется. Следующий аромат у меня был из разряда домашних поливашек. Это Stamina от компании Avon. Снятый на данный момент аромат. Здесь, по-моему, тушь какой-то большой объем. 75 миллилитров, мне кажется. В общем, поливаюсь. Он не особо на мне стойкий. Хочу его вывести из своей коллекции. Ну, такая приятная водичка-поливашка. Ничего особенного. Не знаю даже, что про него сказать. Я бы его не повторила. Просто вот он есть и есть. Иногда им пользуюсь. Ну и, в общем-то, на этом все. Аромат, которым я тоже, в принципе, согревалась в прохладные дни, это аромат от Oscar De La Renta. Называется Bella Night. У меня здесь тоже какой-то сумасшедший объем 100 миллилитров. Наверное, мне хватило бы даже объема 50 миллилитров, а то, может, даже 30. В общем, этот аромат один из схожих ароматов на Бакару 540. Здесь есть нота шафрана, здесь есть мох в пирамиде. Я думаю, что как раз-таки за счет этих нот есть отголоски Бакары. В общем, с ним такая история. Я его носила в холодное время года, и мой муж тогда его даже закомплиментил. Хотя, в принципе, он не любит вот эту тему Бакары. Ему такие ароматы не нравятся. Но именно в холодное время года этот аромат он на мне закомплиментил, оценил, так сказать. В общем-то, когда я носила его в мае, моему супругу не понравился этот аромат. Он сказал, что неприятный. Он сказал, что это те самые ноты, которые он не любит в моих ароматах. В общем, я так поняла, что все-таки в прохладное время года он на мне лучше раскрывается, нежели чем даже плюс 10, плюс 15. То есть, он не любит плюсовую погоду. Ему однозначно нужна минусовая температура, хотя бы там, не знаю, от плюс 5 и ниже. В целом, мне этот аромат очень нравится. Я прям им пользуюсь с удовольствием. У меня нет ничего на данный момент в направлении Бакараруш. У меня есть какие-то небольшие аналоги в виде отливантов. Там есть у меня Burberry Intense, который, опять же, там плюс-минус как-то с Бакарарой перекликается. Поэтому Bella Night я буду с удовольствием использовать. Конечно, такой большой объем. Кстати, аромат очень стойкий, шлейфовый. Прям-таки я в восторге. Травится мне аромат, хотя сначала подумала, может быть, и вообще не нужно было его покупать. Но нет, нет. Просто единственное, нужно было взять объем поменьше, так как аромат очень стойкий. Следующий аромат, я все пыталась понять, настоялся он у меня или нет. Это аромат от шейк под номером 126. Это аналог на гипноз ланком. В общем, когда он ко мне только пришел, абсолютно был не стойкий. Наверное, примерно минут 30 на себе я его слышала. А потом просто был какой-то пробел в этом аромате. Я на себе его, ну, никак не ощущала. И сейчас уже прошло, наверное, чуть больше года с момента, как этот аромат ко мне пришел. И что я хочу сказать. Он стал, конечно, более стойким. Наверное, где-то часа два с кожи я его слышу. На одежде он держится долго. На следующий день я с одеждой его спокойно улавливаю. Но вот с кожи часа два максимум. Аромат очень приятный. Мне он безумно нравится. И я хотела бы себе оригинал. Но сейчас оригинальный гипноз стоит каких-то, опять же, космических денег. Поэтому я не буду его покупать. Все-таки побалуюсь вот этой штучкой. Вот этим ароматом от шейк. Пусть он не особо стойкий. Но, в принципе, можно почаще его обновлять. Очень приятный аромат. Если вы ищете тоже что-то в аналоге, вот можно присмотреться к вариации шейк. Но все-таки я должна отметить то, что он не особо стойкий наряду с какими-то, например, другими ароматами от шейк. И продолжая тему из шейк. Также в использовании у меня был аромат под номером 362. Это уже аналог на снятый аромат лакост. Именно одноименный лакост. У меня когда-то был оригинал. Я, в принципе, снимала отдельное видео про новинки от шейк и подробно рассказывала о данном аромате. Он действительно похож на оригинал, на прародитель, на классический именно лакост. Мне нравился тот аромат. Я его очень любила. Для меня он настолько был универсальным. Так сказать, и в пир, и в мир, и в добрые люди. И причем он был достаточно стойким. И, в принципе, аромат от шейк действительно схож. И я им с удовольствием пользовалась в мае. Наверное, пару раз я его на себя надевала. На старте это взрывные цитрусы, сочный ананас. Потом вплетаются уже белые цветы. И, в принципе, от начала до конца я слышу в этом аромате именно белые цветы. Мне он нравится. Сделан действительно хорошо. Если вы тоже, в принципе, искали аналог на лакост, то вот можно присмотреться к шейк. Я взяла 50 мл, и, в принципе, мне его надолго хватит. Также в использовании был аромат от Ивроше. Это момент счастья. Не знаю, он очень, конечно, приятный, но очень-очень нестойкий. Это такая поливашка. Мне кажется, на знойную жару можно летом спокойно носить и никого не задушить. Это зеленый, это свежий аромат. Здесь, я помню, заявлено, в принципе, зеленое яблочко. Ну да, оно здесь слышится. Ну почему же он такой нестойкий? Очень жаль. Я им буквально поливалась. Потому что вот из-за его нестойкости большой расход получается. Повторять, наверное, не буду, хотя аромат очень приятный. Аромат, который я вывожу из своей коллекции, я уже об этом говорила. Это аромат от Фаберлик Оферик Эмоционели. По-моему, снят аромат. Я его сейчас в каталогах не вижу. Мне не очень он нравится. Он приятный, да, безусловно. Но вот, знаете, это один из тех ароматов, который не зацепил так сильно, чтобы я сказала, что вау, прям мое. Я тоже уже много раз его описывала. Не буду даже повторяться, заострять на нем внимания. В общем-то, я стараюсь его все-таки в своей коллекции вывести. Аромат от Avon Viva Lavita. Не самый мой любимый аромат. Для меня он, если честно, резкий. Очень такой резкий, напористый. Здесь мощный, такие для меня настойчивые цветы. Здесь, в принципе, так же, как в аромате моменты счастья. Ты в роше и зеленое яблочко. Я его слышу. Здесь зеленое яблоко. Но помимо этого, здесь есть настойчивые, именно такие грубые, для меня резкие цветы. Возможно, меня в этом аромате душит мимоза. Я не знаю. Но это не самый, опять же, мой любимый аромат. И пользовалась я им, конечно, не так уж и часто. Но, возможно, даже буду выводить его в своей коллекции. Потому что, как уже сказал, не самый мой любимый. И хранить я его не буду. Нужно с ним уже прощаться. Но стоит отметить, что аромат достаточно стойкий. Вот Viva Lavita действительно стойкий. За это ему можно поставить жирный плюс. За его стойкость и шлейф. Аромат от Dolce & Gabbana. Императрица. Ну, что тут скажешь. Это, наверное, уже тоже такая некая парфюмерная классика. Кто его не знает, да? Кто не знает императрицу. Поэтому тут и сказать нечего. Идеальный для меня вариант на теплое время года. У меня объем 50 мл. Мне пока этого более чем достаточно. И я присматриваюсь к лимитированной версии. Возможно, возьму себе тоже 50 мл флакончика. Аромат от Faberlic Portujor. Также использовала. Не знаю, аромат сейчас настоялся. Как-то он мне стал менее нравиться. Если честно, если раньше это действительно был такой свежий, зеленый, цитрусовый, белый, цветочный аромат. Здесь именно цветочки, вот как вот на флаконе, такие нежные-нежные, маленькие, беленькие цветочки. Сейчас аромат настоялся. И здесь, как по мне, стал выступать мускус. Какой-то аромат стал более плотный и навязчивый, на мой взгляд. Пропала вот та белая свежесть. Он, конечно, до сих пор свежий. Он цитрусовый, белый, цветочный. Но он стал как будто более мускусным, что ли. Не знаю. И мне еще кажется, что все-таки верхние ноты начинают сбиваться в данном аромате. Я слышала о том, что ароматы Faberlic портятся. И да, вот некоторые ароматы в моей коллекции стали именно сбиваться в верхние ноты. Я на себе это заметила, проверила. Поэтому сейчас, если можно заметить, я многие ароматы от Faberlic стараюсь вывести из своей коллекции. Не знаю, буду ли я потом впоследствии что-то покупать от Faberlic, какие-то ароматы повторять. Пока не знаю. Я так понимаю, что именно с этими ароматами купил флакон, использовал за полгода, за год. И все. И забыл. Но когда коллекция большая и пользуешься ароматом, не знаю, дай бог, раз в год или два раза в год, немножко не та история, чтобы эти ароматы как-то долго хранились. Вот, к сожалению. Что не скажу, кстати, про ароматы Avon и Ariflame. Они очень хорошо хранятся. Тьфу-тьфу-тьфу-тьфу, три раза. Тоже вот аромат. Не буду на нем как-то заострять внимание. Это от компании Avon Instaglitz. Очень мне нравится. Миллион раз его показывал. У меня и запасной флакон. Также 50 мл. С удовольствием ему пользуюсь. Он так понравился. Хотя это была бюджетная линейка в компании Avon. И вот как-то мне этот аромат пришелся по душе. Следующий аромат, который я очень люблю и с удовольствием пользовалась в мае. Это аромат от Montal Crystal Flowers. У меня 50 мл. Покупала я его по какой-то очень-очень выгодной цене на сайте Duhier F. И я его купила после того, как познакомилась в пробнике с сайта Rendezvous. Мне, по-моему, приходил в Aroma Box. Как же мне он понравился. Я использовала пробник полностью. Хотя для меня это большая редкость, чтобы я полностью использовала пробник. Обычно к ним рука не тянется. В общем-то, здесь, в принципе, в аромате тоже есть и розы, и мускус. Как, например, в версии Rose's Mask. Только здесь для меня роза, она мармеладная. Она как будто бы леденцовая роза. Здесь мускус не такой насыщенный, как, опять же, в Rose's Mask. Здесь мускус для меня более приглушенный. Выступает здесь роза. Здесь нежный именно ландыш. Здесь есть также мандарин. И для меня какой-то такой взрывной, позитивный аромат на каждый день. Такая более конфетная роза, в отличие, например, вот, как я уже сказала, аромата Rose's Mask. Очень нравится. Здесь, опять же, достаточно 2-3 распыления. Очень стойкий, красивый, шлейфовый. Очень его люблю. Пользовалась в мае также ароматом Baldasarini Bella. Здесь у меня формат Estre. Аромат приходил вообще без крышечки. Это я уже сама ему пристроила. Я его заказывала еще на сайте Beauty Depot по нормальной такой адекватной цене. Когда только аромат вышел, я его протестировала и просто в него влюбилась. Но, вы знаете, сейчас я его как-то ношу без особого энтузиазма. Вроде бы он приятный. Это моя история. Я люблю ароматы на тему нежных роз. Свежие, цитрусовые. Но чего-то мне в нем не хватает. Не знаю, что такое. Хотя он очень приятный. Кстати, не особо стойкий и шлейфовый. Он и как, в принципе, пришел ко мне, был не особо стойким. Сейчас немножко он, конечно, стал более плотным и насыщенным. Но, тем не менее, стойкость, ну, наверное, 3 часа, 3,5. Может, где-то так. В общем, нравится. Приятный, но не самый любимый. Рука тянется к нему редко. А вот следующий аромат, что я очень люблю. Это Versace Bright Crystal в объеме 30 мл. Я его экономила. Но сейчас я им буду поливаться. Так же, как, в принципе, аромат Versace Eros Profum. Вообще, я люблю парфюмерный дом Versace. Я тоже это заметила. В общем, я его задублила. Поэтому буду им поливаться. Я купила себе 90 мл флакончик. И поэтому буду его теперь не экономить. Ну, что про него тоже сказать. Определенно, как и, наверное, императрица Дольченгабаны. Это такая парфюмерная классика. И этот аромат у меня всегда должен быть в моей коллекции. Не знаю, может быть, он и узнаваемый. Хотя, в принципе, когда я получаю на него комплименты, многие даже спрашивают, а что это за аромат. На каждой коже все-таки аромат раскрывается по-разному. У меня есть версия Absolue. И я его покупала. Именно тот аромат версии Absolue на замену, так сказать, этому. Я думала, что они плюс-минус похожи. Я возьму себе версию Absolue, так как тот аромат стоил дешевле. Но вы знаете, он мне не заменил классический Bright Crystal. Та версия более сладкая. Там есть про меди-малина. Да, они схожи. Но Bright Crystal классический я люблю намного больше, чем ту же, даже версию Absolue. Также один из моих любимейших ароматов. Кто меня смотрит, тот знает, что я очень люблю Vajeron Quattre. Именно классический Quattre. 30 мл объем. Тоже также у меня есть максимальный объем на запасе. Очень его люблю. Я, наверное, не пользовалась им с сентября месяца. И так соскучилась. Я его на себя в мае нанесла. И вот, честно говоря, просто кайфанула от него. Правда, заскучала. Это потрясающий аромат на тему жасмина. В обрамлении фруктов. Яблоко здесь зеленое. Здесь клубника есть. И карамель здесь есть. Но в первую очередь здесь, как я уже сказала, лидирует жасмин. А все остальные ноты танцуют вокруг него вальс. Вот так вот можно сказать. Но это очень красиво. Многие по моей наводке купили этот аромат. Многие писали мне, что аромат нравился. А кто написал, что не подошел. Ну, конечно, лучше протестировать. Если есть возможность купить для начала пробник, то лучше купить пробник. Но я его просто обожаю. Уже миллион раз об этом говорила. Очень нравится мне этот аромат. Слушай, вы знаете, до смешного. Аромат стоит 149 рублей. Стоил. Это фирма Instagram Parfum. Это у нас загадочный ирис. Здесь объем 30 мл. Я его покупала в магазине L'Etoile. Действительно, за 149 рублей. И вы знаете, он стоит 2 копейки. Но насколько мне он понравился, я себя била по рукам в мае, чтобы не пользоваться так часто. Я не знаю, в чем дело. Сейчас, по-моему, тоже опять же Instagram Parfum что-то как-то из L'Etoile пропадает. Хотела я его задублить. Купить сразу, может быть, флакона 2-3. Так как он стоит копейки. И так как мне он очень понравился. Хотя химозный. Но понравился. Но его нет наличия. Нигде. Я посмотрела и на Marketplace. И в L'Etoile, как уже сказала. Нигде его нет. Все. Снят он с продажи. И все тут. В общем, это ароматы действительно про ирис. Но ирис здесь для меня такой порошковый. Вот по типу, знаете, как будто порошок с ароматом ириса. Он имеет в себе какую-то чистоту и одновременно пудровые такие цветочные ноты. Химозненький. Ну какой он красивый. И, кстати, он стойкий и шлейфовый, что удивительно. Могу назвать его именно цветочный аромат чистоты. Уходовый такой. Очень приятный. Не знаю, где его найти. Я бы с удовольствием себе купила. Действительно, аромат стоит 2 копейки. Но вот так вот он мне понравился. Не знаю. Просто я его покупала слепую. На сдачу, так сказать. Чтобы добрать до определенной суммы. И вот так его полюбила. Также моя домашняя вкусняшка-поливашка. Аромат от Bracar. Это линейка Cafe Gourmet. Это именно десерт Павлова. Очень мне нравится аромат. Тоже его миллион раз описывала. Мне прислала его Валентина. За что ей огромное спасибо. Аромата, правда, поливаюсь. Он очень приятный. С удовольствием. Он не очень стойкий. Но при этом для дома он идеально подходит. Тоже много раз его уже описывала. И заключительный аромат, которым я немного пользовалась в мае. Но тем не менее пользовалась. Это арабские масляные духи. Фирма Alray Hub. Это Diamond. Здесь какой объем? Здесь получается 6 миллилитров. Но хватает вот таких вот масляных дужков надолго. В общем, приятный фруктовый аромат. Для меня по типу каких-то лимиток эскады. Я снимала, в принципе, отдельное видео про этот аромат. Именно в покупках. У меня коллега по работе вот этим ароматом пользовалась. Такой от нее был потрясающий фруктовый, манящий какой-то шлейф. Я у нее спросила, что это. Она говорит, не поверишь, это масляные духи за 200 рублей сазон. Ну, в общем, она мне скинула ссылочку. Я тут же его тоже себе заказала. Кстати, я его брала с собой в том году на отдых. А именно на море там им пользовалась. Идеальный такой сумочный вариант. Его хорошо использовать, на мой взгляд, именно уже летом, в жару. С открытой одеждой, с коротким рукавом. А так под одежду, я считаю, что никакого нет смысла в этих духах. Мало того, что могут оставить жирные пятна, так еще их не слышно. Ну, в общем, такой приятный аромат фруктовый. Мне он очень нравится. Но использую, повторять я его, наверное, скорее всего, не буду. Ну, что ж, вот такой у меня был ароматный май. Вот такие ароматы я использовала. Пишите, какими ароматами вы чаще всего пользовались в май. Какие были у вас фавориты. Давайте я, наверное, немножко вот так вот покажу вам. Сверху вниз. В общем-то, на этом я буду с вами прощаться. Спасибо, что были со мной. Спасибо, что посмотрели это видео. Обязательно ставьте пальчики вверх. Пишите комментарии. Подписывайтесь на мой телеграм-канал. Как я уже сказала, я там появляюсь чаще. А вам спасибо, что были со мной. Всем пока-пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok